видео урок рисуем пастелью серый лондон для работы нам потребуется пастель пастельная бумага для начала возьмем темно-серый мелок и ниже середины листа отметим линию горизонта затем ним у основания потом возьмем белый мелок и высветлим левый нижний угол неба все хорошенько растушую теперь возьмем серовато-коричневый светлый мелок немножко затемним правый верхний угол неба и вниз земли все опять хорошенько растушуем пальчиками теперь возьмем темно-серый мелок и начнем отмечать биг-бэн сначала добавим ее в его высоту здание рядом место где будут находиться часы и крышу нам несколько ярусов и вверху имеет вытянут треугольник и с левой стороны добавим кусочек торчащего здания все хорошенько растушиваем пальчиком теперь возьмем серовато-коричневый мелок светлый и отметим с правой стороны небольшие намеки на облака также темно-серым мелочком добавим мазочки на облака и все хорошенько растушиваем пальчиком круговыми движениями дальше серовато-коричневым светлым мелком начнем добавлять светлые участки у биг-бена на крыше добавим имитацию черепицы на здание тоже добавим светлый рельеф все слегка растушуем пальчиком точно так же рельеф добавим на соседнее здание и аккуратно слегка пальчиком растушуем белым мелком выровняем форму биг-бена и добавим такое небольшое свечение от него аккуратно растушиваем пальчиком чтобы не было ярких линий и также в облака белым мелком добавим светлые участки и опять же растушуем пальчиком круговыми движениями теперь белым мелком отметим сами часы небольшим кругом белым мелком отметим брики на биг-бене и и и и и и и аккуратно растушим немножко их пальчиками совсем слегка и черным мелком добавим более четкие участки тени уточним линии крыши также добавим тень под часами стрелки циферблат и тоже слегка пальчиком растушуем чтобы не было резких то же самое сделаем и с соседним зданием белым цветом поставим блики и черным цветом уточним темные участки и также пальчиком слегка растушуем чтобы не было резких границ теперь вокруг битбена добавим торчащие ветки и кусты также добавим оттенки с серым мелком нижней правой части отметим торчащие перила от лестницы растушим пальчиком черным мелком отметим самые темные участки и опять растушиваем пальчиком белым мелком опять проставим блики и темно-серым мелком добавим тень от перил также темно-серым мелком добавим перспективу улиц добавим белых бликов добавим белых бликов и также черным мелком добавляем фонари добавим два фонари один пониже другой повыше если вдруг у вас не получилось с первого раза сделать прямую линию как у меня то здесь ничего страшного можно белым мелком потом форму скорректировать теперь белым мелком проставляем блики на фонари и черным мелком от фонарей добавляем тень и пальчиком аккуратно растушевывая теперь берем красно-коричневый мелок и начинаем отмечать телефонную будку сначала обрисуем ее форму найдем ее размер и полностью цветом закрываем ее заднюю стенку также добавляем раму для стекла и теперь берем красный мелок и отмечаем уже лицевую часть будки уже в лицевую ее стенку дверь, которая находится перед нами темно-серым мелком глубину в будке затемняем внизу должно быть темнее аккуратно пальчиком растушевываем светло-розовым мелком ставим светлые участки на лицевой части будки и намечаем также раму для стекла продолжаем отмечать розовым мелком серые участки теперь красным мелком уточняем раму белым мелком отмечаем таблицу темно-серым мелком отмечаем теневые части на нашей будке вверху обрисовываем намек на корону тень от таблички и также саму дверь, которая у нас открывается немножко обведем небольшие тени на раме добавим на лицевой раме основу в будке сделаем темно-серым немножко затемним боковую стенку и красным мелком начнем растушевывать наши серые линии тут растушевываем не пальчиком, а прямо берем красный мелок и по линиям серым начинаем растушевку чтобы было насыщеннее теперь берем белый мелок и проставляем блики вставим блики на стекло диагональными полосками блики на раму черным мелком уточняем тени пишем на табличке телефон добавляем тень от будки, ее хорошенько пальчиком растушевываем и стыки на дороге тоже затемняем теперь берем любую лак для волос, который у вас есть закрываем работу тремя слоями, примерно на расстоянии 30 сантиметров от работы каждый слой немножко подсушиваем сделаем их три делайте слои легкие, не старайтесь сразу толстым слоем закрыть работу теперь можно взять красный мелок и будку сделать ярче прошлый слой пастели закрепился и сейчас можно ярким слоем будку выделить сделать более контрастной к фону расставляем белые блики местами, если нужно, растушевываем и работа готова большое спасибо за внимание с вами была Дерри Арт помните, рисовать может каждый пока-пока пока-пока